это видео разлетелось по социальным сетям и мессенджерам на кадрах видно как на парковке жилого комплекса малая истра на асфальте лежат два человека и еще двое пытаются оттащить их дороги автор видео рассказывает подробности парковку монтировкой двоих в комментариях под постом в фейсбуке начался спор одни пишут что этот мужчина в страхе держит весь район другие защищают нападавшего если бы не его вмешательство то могло бы быть хуже так что произошло тем вечером на самом деле мы приехали в малую истру попробовали найти очевидцев и нашли девушка согласилась по телефону рассказать то что она видела своими глазами была пятница просто мой муж чинил вот мужчиной машину мы были на парковке и эти мужчины сидели пьяные в машине в киаре его белая сидели музыку громко слушали распевали спиртные напитки потом начали бутылки бросать потом я конечно ушла с ребенком выхожу уже они уже ездят по парковке ну и тут естественно все соседи как бы предприняли меры для того чтобы предотвратить какую-то беду машины могли сбить разбить и все остальное мы встречали очевидцев происшествия и очно однако говорить что-либо на камеру они отказались но показания такие же двое мужчин в сильном алкогольном опьянении вели себя неадекватно бросали предметы в окна ездили на своем автомобиле по парковке чтобы предотвратить более страшные последствия во дворе также находились дети двое жителей жека усмирили дебоширов но каким методом можно ли считать такое усмирение правильным этичным методом фейсбуке говорят что человек вышел с монтировкой и это было так нет нет вы шли вот из соседнего дома в два мужчин был мужчина вот начали вызывать полицию потому что но действительно пьяные люди катаются по жк да и ты смеешь муку неправильно тот пьяный который кинулся драться это то что я видела начинал киркидаться драться на там на мужчину ну естественно блин кто какой-либо мужчина наверное сдачи то эта позиция одной из сторон но что с тезисом этот мужчина держит в страхе весь дом нам удалось пообщаться с женщиной которая по ее словам стала жертвой одного из героев видео в конце мая ольга выходила из квартиры и увидела как мужчина его зовут роман ломает подъездную дверь женщина сделала замечание на которое роман по словам ольги отреагировал неадекватно он меня припёр к стенке дальше завязалась драка он напал на моего молодого человека за то что он бывший следователь у него какая-то личная неприязнь к людям в форме в драке они участвовали большой компанией нанес значит мне удары по лицу у меня было легкое сотрясение мозга плюс у меня поврежден тройничный нерв саму драку ольга не видела об инциденте узнала из социальных сетей но по своему опыту взаимодействия с романом женщина может сделать вывод что автор видео говорит правду мужики что-то не поделили и один из них взялся за монтировку ольга также отметила роль жены романа в этой потасовке она является медсестрой соответственно то что она присутствовала в этой драке на парковке она оставила человека в опасности то есть это уголовно наказуемая статья плюс она сама прятала орудие труда скажем так который применял ее муж на этих двух пострадавших это видно очень хорошо на видео парковку не поделили информация разница кто-то говорит монтировку кто-то говорит биту на видео видно достаточно тонкий предмет на бит он не похож от себя лишь можем добавить что качество видео не позволяет понять что это за предмет если он вообще тем более использовался ли он в драке те очевидцы с кем нам удалось пообщаться однозначно дали понять что монтировки не было к слову после первого майского происшествия когда ольга получила увечья женщина позвонила на место работы жены романа чтобы сообщить о ее некомпетентности по словам ольги женщина нарушила врачебную этику сам роман на камеру комментировать нам ситуацию не стал свое оправдание мужчина рассказал свою точку зрения касаемо майского конфликта ольгу ударил случайно в тот момент когда женщина встала между своим мужем и романом а состояние женщины на фотографиях вполне может быть обусловлено тем что муж ольги сам наносил ей удары об этом говорит и сообщение в общей группе ватсап жакамала истра глядите что он натворил он ольгу свою вырубил и пол лица в крови без сознания я ментовку жду а та порочащая информация которую разносят в соцсетях про романа это лишь результат личной обиды ольги на мужчину такова его позиция ольга в личной переписке также сообщила о двух свидетелях которые могут подтвердить именно ее версию в любом случае подобные инциденты что майские что недавние на парковке жк должны рассматриваться правоохранительными органами заявление по майской драке стало отказным по словам ольги она все равно не пойдет на мировую никаких заявлений по последней драке составлено не было видимо это и стало причиной того что полиция не вмешивается в конфликт между мужчинами правильно ли сделал роман самостоятельно разобравшись пьяными дебоширами на парковке выводы предлагаем сделать вам самим здесь в комментариях максим рэков антон елизаров и страйров а